Малыши-крепыши Марина Потехова, Вячеслав Балясников, Эрнест Садовников присоединились, Уля Авилонова. Добрый вечер, у кого вечер, добрый день, у кого день. Мы с Мишкой вас приветствуем и в общем наша сказка к вашим услугам, к вашему вниманию. Так, Мишка, привет, садись и посидим. Мишка будет слушать здесь. Радостно, что вы уже с нами, наша студия как обычно на месте, в нужный час, в нужное время и вместе с вами. Рассаживаюсь поудобнее, зовите тех, кто поладше. Если вам неизвестны предыдущие серии «Приключения, не стреляя в городе», то мы вам это потом выставим в комментах обязательно. Ну и можете посмотреть в интернете предыдущие наши передачи. Сегодня у нас передача номер 7. Номер 7. И мы продолжаем читать «Приключения, не стреляя в городе». Не стреляя это такой эколог, который попал в город, который защищал сквер. Его всех друзей и защитников сквера арестовали милиционеры, то есть полиционеры, полицаи, короче, которые защищали какого-то паутина, который вырубал все деревья и вместо них сажал пластмассовые. Вот такие дела. И потерялся у них там, не стреляя, щенок Маська. Была предыдущая серия «Потерялся щенок Маська». Как он потерялся? Он оставлен был в лесу, не стреляя. Ну, он маленький совсем. Совсем маленький. Вот. В избушке. Вот. И убежал из лесу. У него там были няньки, и медведицы, и вороны, и сорок, и лосиха. Все за ним следили. Но он убежал. Маленький, хитрый такой. И они обнаружили эту историю. Звери лесные. Поняли, куда он убежал. И пошли искать пропажу в город. Вот на этом закончила предыдущая серия. Кто у нас еще? Яна Сницер, Анна Нейфилд. Новых веселых сказок, Миша. Александр Горбачев присоединился. Андрей Гусь. Хорошо, Андрей. Зовите своих молодых. Александр, зовите своих мелких. В общем, сегодня будет веселое продолжение этой истории. Пронистреляя. Хотя сказка, я бы сказал, такая очень катрасная. Вся нечисть и все добро собирается в этой сказке. И они борются. И вы догадываетесь, кто победит. Но как это будет? Это, знаете, такое дело. И в общем, когда лесные жители, которые отправились искать мачку, оказались в городе, там начался форменный переполох. Ну, представьте, следопыты искали мачку во всех местах, где только можно было. Они появлялись и в гаражах, и в магазинах, и в парикмахерских, и даже в банях. Представляете? Человек взял мочалку, навылился, хорошо, голову намылился, зажмурился, чтобы, ну, мыло в глаза не попало. Раз, окатил себя водой, глаза открывают, а перед ним лось. Или медведь какой-нибудь, или хорек. Конечно, переполох будет. Вот так все люди переполошились. Но люди разные бывают. Одни люди очень любят животных, любят их подкармливать, ухаживают за ними. А другие, наоборот, ненавидят животных. И всяческих обижают. И вот эти противные, которые, людишки, противные людишки, которые не любят животных, эти мерзкие людишки, стали звонить куда? Правильно, правильно, вы говорите. В полицию стали звонить. Ой, спасите, помогите, ой, порядок не ведите. Выходят лесные звери и пугают нас всех. А полицейские, вот, не хотели идти помогать. Во-первых, им было лениво. А во-вторых, они никого не хотели спасать. У них самих работы было полно. У них было полное полицейское отделение экологов. Это же всех надо пытать. Всех надо допрашивать, мучить. Это какая тяжелая работа. Вот, к тому же, полицейские изрядные испугались. Это же вам не в свисток свистеть. Знаете, сейчас покажу. Вот. Не в свисток свистеть, понимаете? Это пугать граждан. Это же лесные жи. Звери, у них клыки. У них когти. Лесные звери, в свисткане, очень-то боятся. И полицейские струсели. Стали думать, что делать. И тут ефрейтор Попадука. Ну, из предыдущих серий вы знаете, что ефрейтор Попадука, это такой браконьер. Он устроился работать в полицию. И говорит майору Тупилову. Говорит, а это вовсе не наша работа. Лесных зверей ловить. А майор Тупилов говорит, ах, это не наша. А че это работа? А, говорит, эти звери какие? Они лесные. Правильно? Они городские. Вот. Пускай лесные ими занимаются. А мы не будем. Правильно, говорит майор Тупилов. Позвоним в лесное министерство. Пускай они и занимаются. А это не наша работа. Вот. Стал напивать свой кофе. И позвонил в лесное министерство. А там как раз работник, менеджер лесного министерства, Иванов, запомните, Иванов Иванов Иванович, надувал резинового карасяка. Выполнял большое государственное секретное задание. Пуф, пуф. Да. Да. Задрожал Иванов. Иванов. Так, 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 Иванов, вот тебя-то мне и надо. Это вы там распустили. Пуф. 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 Зазвонил телефон. Пшик. Петров. Закричал в трубку Иванов. Ты что это такое творишь? Народ сигнализирует, что твои твари, твое зверье по городу шастает. Граждан значит кусает. Я не виноват. Начал было оправдываться Петров. Это все Сидоров. Молчать тупица, закричал Иванов. Немедленно прекратить кусание граждан, а то я тебя под суд отдам. Уронил Петров своего надувного леща и сразу стал звонить Сидорову. А Сидоров в это время как раз выполнял большое государственное задание, секретное. Он надувал большую резиновую щуку. Вот такую. Вот такую. И в это время ему позвонил Петров. Так. Ты что такое творишь? Народ сигнализирует, что твои твари по всему городу шастают, граждану гусают. Я не виноват, начал было оправдываться Сидоров. Это молчает тупица, закричал Петров. Сейчас, сейчас. Я перепутал ойский, сейчас. Алло, Сидоров! Заверещал по телефону Петров. Все, дурачок, пришел тебе конец, Сидоров! Ты знаешь, что твои звери уже полгорода перекусали. Полгорода перекусали? Не может быть! Ужаснулся Сидоров и вынуронил эту надувную щуку. Может, заорал Петров. Прям в трубку. Все по твоей вине, Сидоров. Половину перекусали, А половину уже и съели. Тепя, прощайся с женой и детьми. Тебя расстреляют. Тебя расстреляют, как бешеную собаку. Не-не-не-не-не-не-не-не. Не надо меня, как бешеную собаку. Тогда усмири свою лесную скотину, скотина. Я извиняюсь за лексикон, но они, извините, так в министерстве разговаривают. Заплакал Сидоров от такой несправедливости, горькими слезами. Свалили на него всю вину, а он-то ни при чем. Поплакал, поплакал и решил схитрить. Пожаловаться самому министру Паутину на коллег. Конечно, некрасиво ябничать. Но что тут поделаешь? В министерстве жить, по министерски быть. Дрожащими руками. Снял Сидоров трубку. Набрал номер самого Паутина. И стал ждать. А что было дальше, друзья, вы узнаете в следующий раз. В следующей серии. Это у нас уже будет восьмая серия. Да? Да. Наш оператор Елена Пичукин, через неделю, наверное. Следите за нашей рекламой. Содержание предыдущих серий. Можно посмотреть в интернете. Посмотреть в интернете. Подписывайтесь на наш канал в YouTube. Там мы все выкладываем. Можете нарисовать рисунки и прислать нам по интернету ваши рисунки. Нам присоединились Ирина Ростовская, Микаэль Фельдман, Мария Кельман, Татьяна Илюшникова, Симон Маринов, Александра Тарновская, Ольга Вершинина, Олег Богданов, Полина Тореза Давыдова, Ирина Махмудова, Серж Нессин, Александр Толкачев, Витолия Ларионова, Лена Гроссу, Арина Ол. Нам приятно, друзья, что присоединились. Ирина Степчук. Если ваши детишки, а может и вы сами нарисуете Сидорова, Петрова, Иванова, как они надувают леща, щуку и карася. Зачем они понадобились? Некоторые из вас догадались, зачем понадобились лещ, щука и карась. Кто не догадался. А кто не догадался, тот узнает в следующей серии. В следующей серии будет номер 8. Заодно приглашаем вас, кто будет в городе Санкт-Петербурге в апреле месяце, приглашаем 12 числа вас в клуб Венила Скай, где будет моя долгожданная встреча с вами после долгого-долгого разлуки. Я там должен как-то транс чего-то, в общем, объявиться. Трансплюкироваться. И там я буду петь песни всякие разные, хорошие и очень хорошие, с большим оркестром Зеленой Волны. С удовольствием, естественно. Вот Лена Пельчук знает. Вот. И еще для самых маленьких и удаленьких. Но могут и большие прийти, потому что у нас сказки двухъярусные. И для тех, и для других. Значит, 14 числа библиотеки номер 1, это на Тепаново 29. Во сколько? 14. В 16. А, в 16. В 16. Ну, можно пораньше, к 15. Да. Может раньше начать. Будет показан наш спектакль под названием «Маленький принц». Или «Зорка лишь в сердце одно». Потом, кто не сумеет посмотреть библиотеки имени Тепанова. На улице Тепанова. На улице Тепанова. Библиотека номер 1. В 19 апреля в доме детского творчества на Малой сцене будет показан, вечером тоже 16 часов, мы дополнительно об этом объявим, будет показан спектакль «Маленький принц». Мы вас приглашаем, нам очень интересно, мы действительно сделали спектакль, который нам самим, моим артистам очень нравится, поэтому обращаемся, вроде все сказали, спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал, кто чего не понял, смотрите все новости в интернете, тексты сказки мы будем укладывать постепенно, так что эта история еще будет продолжаться, мы не дошли даже до середины. Василий Ложечко передает привет нашей команде. Спасибо, ты один. А Мишка, Калибский Мишка, которого я нашел на далеком лесу, в джунглях острова Векаса, он вам передает привет, прощается с вами. Он раньше был похож на ком земли, но теперь видите, переехал в Петербург и ему хорошо стал. Человеком стал. Образовался. Культурная столица, правда, Мишка? Да, Мишка, согласен. Пока. Пока. Мы вас обнимаем. Вот так. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Прямо вот так. Не вижу, не вижу ничего. Все. Завершить работу. Нет, не завершила я. Не завершила. А камера-то упала. Сейчас. Спасибо.